Что такое вода? Вы, вероятно, догадываетесь, что без воды и не туда, и не сюда. Мы, когда были у мамы в животике, у нас 90 с лишним процентов, мы были из воды. Потом, когда рождаемся, меньше и меньше, ну, где-то вот в зрелом возрасте это 70-75 процентов, мы водяные животные. Но химики и биохимики знают, что без воды ни одна биохимическая энергетическая реакция не происходит. Вы, наверное, знаете, что такое электростанции. Это мощный поток воды крутит турбины, а потом продруется ток. У нас в клетках находятся митохондрии. Это маленькие электростанции, которые видно только в мелкоскоп, в смысле микроскоп, которые без нормальной воды работать не могут. Наша официальная медицина советует первое, второе, третье. Первое – это овощи, суп, борщ, что там еще жидкое. Второе – это блюдо, которое каши, это мясо, котлеты, ну, где-то немножко там растений. А третье блюдо – это чай, кофе, компот. Все. Это начало вашего заболевания. Хотите быть здоровым, вы перестанете все это делать. Хотите быть медленно, постепенно наращивать состояние, которое называется, с точки зрения официальной медициной болезни, вы ее получите. А теперь я скажу квинтэссенцию 30-летней работы в области космонавтика, в которой принимали участие все ведущие специалисты всех институтов, Минздрава и смежных организаций, которые были мне нужны для ответа на вопрос. Как сделать так, чтобы у космонавта не было аппендицита? Как сделать так, чтобы не было язвы? Как сделать так, чтобы зубы у нее не болели? Как сделать так, чтобы суставы у нее все работали? И еще тысячи-тысячи вопросов. Потому что на земле это никого не интересовало. Ага, аппендицит вырезали. Там пока операции, хотя операционную я уже создал, но операции пока делать там нельзя. Значит, человек помрет. Спускать его нельзя, еще больше помрет от перегрузок. И оказывается, мы нашли способы и методы, как сделать так, чтобы здоровый человек, независимый, ни от каких обстоятельств, оставался здоровым. И вот начнем с той же воды. Сейчас официальная медицина в лице такого рупора, как Малышева Елена, она даже профессор. Ну, я не знаю, насколько она грамотна с точки зрения официальной медицины, да. Но с точки зрения физиологии, это человек, который забыл, что физиология фактически лежит в основе здоровья человека. Она ее просто не знает. Она рекомендует пить кофе, например, 3-4 раза в день. Запомните, только чистая вода проходит в клетку. Если вы кофе выпили, в клетку кофе не проходит. Клетка, это мембрана, она процеживает всю воду. Туда проходит только чистая вода. А кофе, эти суррогаты, которые вам доставили удовольствие эстетическое, что вы балдеете от этого аромата и все прочее, клетку не проходит, и организм выбрасывает, часть выбрасывает. А часть превращается в отравляющие вещества. Но самое главное, вы стакан кофе выпили. Но это мочегонное средство. Можете мне поверить, стакан выпитого кофе выделяет из организма, вместо 200 грамм воды, выделяет 220-230 грамм жидкости. Это все изучено, проверено. То есть, как будто вы жидкость пили, но вы ее потеряли больше, чем вы влили туда. Но каждый врач знает, что если собрать всю жидкость, которая из нас в течение суток выливается, это спереди, это сзади, это под, а это с воздухом полтора литра. Это отработанная вода, она грязная вода. Но ее нужно по малинину буреньку, нужно восстановить. Пол литра отдайте, полтора литра. Вы должны компенсировать эту воду, но этого мало. Вы добавьте еще 200, лучше 500 грамм. То есть, вы должны в день выпить не меньше полутора, лучше 2 литра чистой воды. Чистой, повторяю. Потому что чистая вода, она не имеет информационной бусора, грязи. Сейчас уже японские исследователи, русские исследователи. Особенно у нас в космонавтике мы водой занимались очень серьезно. Так вот, еще и дело в том, работает в клетку только чистая вода. Информационная, неизмененная, структурированная. То есть, молекулы там упорядочены, как плюсы и минусы. Ну, инженеры знают, что такое структурирование. Ведь вода, это хаотическое нагромождение молекул. Ну, как скрепки. Все они вот. А теперь они как солдатики. Плюс, минус, плюс, минус. И строим идут. Только такая вода проходит непосредственно в клетку. А там митохондрии. А там это электростанции, которые без этой чистой воды работать не могут. И если каждый день советует той же малыша вы будете принимать или чай, как чефирин, или тоже кофе, медленно, постепенно вот эта мембрана клетки засоряется. И вода уже не может пройти только чисто. В том числе туда и этот мусор лезет грязь. И электростанции начинают снижать свой энергопотенциал. Ну, как дюраселю, как называется, ее подключают. Она заряжается аккумулятором полностью энергией и начинает работать. То же самое происходит и в клетке, только чистая вода. А теперь смотрите, что происходит, когда вы садитесь кушать. Особенно касается детей. Сейчас время настолько обыстряется, все время не хватает. Раньше на обед давали 48 минут. Я хорошо помню. Люди, как стадо баранов, 12 часов, хочет кушать, не хочет, идут в столовую, становятся первое, второе, третье берут. Первое похлебали, ну, где-то 15, максимум 20 минут. Ну, причем иногда кушают и не жуя, глотают. Укусили, прошамкали один-два раза и глотают. Что происходит при этом? Желудочный сок вырабатывается. Сейчас скажу, как. Но клетки желудочного сока, вернее, проникнуть в центр не могут. По периферии они кое-что, соляная кислота, разъезд, а внутрь не проходит. И вот этот непрожеванный кусок мяса, или там каши, он потом проходит дальше. Это фактически выброшенные деньги с нечистотами наружу. Помимо того, что вы в день едите в 4-5 раз больше, чем вам нужно для того, чтобы вы нормально себя чувствовали. Общий объем седаемой пищи за один раз должен вмещаться в две ладошки. Это обед. Значит, завтрак ужином чуть меньше. Но самое интересное, что перерыв между едой должен быть не меньше 4-х часов. Клетки должны отдыхать, в том числе желудок. Хотите кушать? Пейте воду чистую, наточак. Кстати, с точки зрения, я потом повторю, до еды за 10-15 минут нужно выпить 1-2 стакана воды. Во время еды ни одного глотка не нужно делать. А после еды, если кашу съели, суп, а суп это еда, это пожалуйста, минимум 1 час, а если мясо поели, полтора-два часа. Что происходит? Компьютер видит, сколько чего у вас на столе. Он выдает команду. Ага, кусок мяса есть? Есть, котлета есть. Мясо это кислотообразующий продукт. Это страшное. Закисление среды организма зажжет мясо. Для этого нужно соляную кислоту покрепче. Для каши поменьше. Для растительной пищи, она сама себя переваривает, еще меньше. Вот вы плохо проживали, проглотали, а пищу ведь надо пить. Ее нужно проживать, чтобы специфический вкус этой пищи во рту исчез. И вот на это дно отводится у вас минимум 18-20 минут. Рассказывайте анекдоты, хорошие вещи. Перестаньте выяснить отношения, какой придурок у вас начальник, как бы я бы вступил на его месте и все прочее. Прок от этого нет. Любой негатив во время еды ослабляет действие этой пищи. Пища это дар богов. Вы должны радоваться, что на столе вот эта пища. Вы этого не делаете. Так вот, пищу нужно прожевать так, чтобы она была измельчена до предела. Тогда же лучше соку проще проникнуть и во все эти комочки быстро их разъесть. Вот тогда вы поймете, что вам в 3-5 раз вы больше едите, а фактически вы не выздоравливаете, болеете. Но самое страшное, стоит компот, чай или кофе, и вы выпиваете. Ой, как хорошо, у вас же воды, нет, мало. Вы выпиваете. И что при этом происходит? Вы берете, разбавляете тот желудочный сок, который выделил компьютер для переработки этой пищи. Концентрация уменьшается, а раз она уменьшилась, кислота не может разъесть ту съеденную вами пищу. Вам это понятно? Врачам непонятно. Система продолжает работать. Поэтому вы пить можете после еды один глоток воды, и то прополоскать рот, и выплюнуть. Не надо мешать. Это же конвейер работает. Это цех по разъеданию пищи. Если вы строите дом, у вас привезли для фундамента цемент, вас нету, то строитель, а он тоже строит, он берет 1-2 мешка от этого цемента, который становится там в разведении в 10-1,5, чтобы цемент был нормальный, он увез цемент туда. Что будет с фундаментом? То же самое с вами происходит, когда вы пьете воду во время после еды. Перестаньте этого делать. Но когда вы будете пить воду натощак через 1-1,5 или 2 часа после еды, в промежутке и до 10-15 минут до еды, а в течение суток полтора, лучше 2 литра, вам во время еды абсолютно не будет хотеть пить. У вас во рту все время вода. Эта вода, кстати, единственная, промывает лимфатическую систему все протоки во рту. А там очень много лимфатических желез. Это тренирование, так сказать. И вот если вы возьмете ту же столовую ложку растительного масла и будете не меньше 18-20 минут вот так сосать, и выплюнув, что это было как сметана, и не дай бог, если выплюнете, я не знал, но один приходит ко мне и жалуется. Он выплюнул, просто не мог держать, и это упало у него на пол, а у него кошка съела эту слюну, подумала, что хозяин там хорошие вещи предложил. Через полтенана умерла. Поэтому вы эту слюну, которая образовалась у вас в результате сосания, она должна быть как сметана, вы должны выплюнуть обязательно в унитану. ни в коем случае как тот хозяин этой кошки.